Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о московском Спартаке и сосредоточиться на главной новости, которая возникла вокруг этой команды. Андре Щирля покидает красно-белых. Пока что неизвестно, когда именно это произойдет, но уже на 100% ясно, что команда не будет его выкупать. Напомню, что ранее чемпион мира выступал за Спартак на правах аренды, можно было его выкупить за 7 миллионов, но Томас Цорн, глава трансферной службы Спартака, заявил, что этого они делать не будут. И это можно считать уже официальным объявлением со стороны клуба. Ну и давайте порассуждаем, что же это означает для красно-белых, как теперь будет развиваться карьера Щирля и почему в итоге ему не удалось заиграть в красно-белом клубе. Хочу напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать на ставках. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике проходимость прогнозов более 90%. Так что, не теряя ни минуты, заходите в телеграм-канал, ссылка в описании. Итак, сейчас у многих возникает вопрос, а будет ли Щирля проводить в Спартаке оставшуюся часть чемпионата России, разумеется, если наша лига будет возобновлена после перерыва, связанного с карантином. Ну, с одной стороны, вроде как он обязан, потому что его отдали в аренду на сезон, за это были заплачены приличные деньги, 1 миллион евро, сам немец получал от Спартака определенные бонусы, поэтому, наверное, обязан. При этом есть ряд нюансов. Во-первых, недавно издание Билд сообщило о том, что Щирля не будет доигрывать этот сезон в Спартаке, и, возможно, он досрочно вернется в Германию и не проведет больше ни одного матча в красно-белом клубе. Возможно, таким образом, Спартак несколько сократит арендную плату и не придется им выплачивать излишние деньги самому Щирля. К тому же, сейчас запутанная ситуация, в принципе, с этими арендами. Ведь данные соглашения между клубами, они заключаются до конца июня, до конкретного срока. А сейчас, так как все чемпионаты отсрочены, оказались, непонятно вообще, что будет с этими футболистами. Они, по-хорошему, должны возвращаться. УЕФА пока что не санкционировало того, что все эти контракты автоматически продлеваются. То есть, допустим, игрока взяли в аренду до июня месяца, как это и делается в таких случаях. Но в связи с экстренной ситуацией УЕФА объявляет, что все эти соглашения продлеваются еще на несколько недель, на несколько месяцев и так далее. И, разумеется, в этом случае Щирля вроде как обязан вернуться в Спартак и сыграть оставшиеся матчи. С другой стороны, нафиг это нужно Спартаку, чтобы футболист сидел мертвым грузом на скамейке запасных и получал зарплату. Но мне кажется, они попытаются договориться о возвращении этого игрока. Возможно, выплатят какую-то неустойку Баруси, но так или иначе попытаются здесь сэкономить. Ведь, обратите внимание, даже соотечественник Андреухе, Доминика Тедеску, даже он на него не рассчитывает. Что, конечно, говорит об очень многом. И давайте теперь сосредоточимся на футбольной составляющей. Что же происходит с Щирля? Почему он начал за здравие, а закончил, как видимо, за упокой? Здесь я выделил бы сразу несколько обстоятельств. Одно из них, конечно, это физическое состояние. Во-первых, большое количество травм, повреждений и всего прочего. Всем, в общем-то, изначально было ясно, что игрок он хрустальный, который может выпасть из-за травмы. Или, например, болезни, что в Спартаке тоже было. И это первоначально оказалось серьезным риском, который в итоге не оправдался. Вот, например, Локомотив в свое время взял себе Фарфана, который был до этого травмоопасным футболистом. Но тот неожиданно для всех начал показывать приличный футбол и почти не выпадал из-за повреждений. И вот этот случай оказался обратным в ситуации с Щирля. Там Фарфан был подписан бесплатно и очень неплохо помог своей команде. Правда, дальше мы видим, что у Фарфана все равно начались травмы и проблемы со здоровьем. Поэтому это всегда определенный риск и здесь Спартак немножко не угадал. Поэтому хотелось бы отметить, что поначалу Щирля все-таки принес определенную пользу. Поэтому называть данный трансфер полным провалом я, наверное, не стал бы. Но так или иначе, раскрыться полностью Щирля не сумел. К тому же, рассказывая о форме футболиста, следует упомянуть, что у него не было полноценной толковой предсезонки в этом чемпионате. У него были трансферные дела, переезды и все остальное. Поэтому подготовка к чемпионату России оказалась сорванной. И это, конечно, сказалось по ходу большей части этого сезона. Ведь обратите внимание, первоначально Щирля смотрелся достаточно скоростным, мобильным и темповым футболистом, который неплохо подстраивался под тогдашний спартаковский футбол, который пытался выстроить Кононов на первой части российского сезона, когда красно-белые действовали на скорости, на темпе и так далее. А вот дальше, даже в футболе Тедеску, который серьезно отличается от того, что было на стартовом этапе чемпионата России, даже в нем было заметно, что Щирля откровенно сбавил в плане активности, что ему не хватает скоростных навыков, что он порой просто, знаете, тихоход, который замедляет атаку команды. Как в плане скорости мысли, так и в плане скорости движения. И это, несомненно, связано как с травмами, так и с сорванной предсезонкой. Поэтому и получается, что в первых пяти матчах у него два гола и четыре голевые передачи, а дальше просто нифига. Кстати, хотелось бы отметить, что эта ситуация достаточно типична для Андрея. И здесь болельщики того же самого Вольсбурга, Боруссии и Фулхэма могут, так знаете, приобнять мысленно болельщиков Спартака и сказать I know this feel, bro. Я знаю, что это такой, братан. Потому что у них было примерно то же самое. В Фулхэме первые девять матчей, четыре мяча. Дальше 16 матчей, два гола, то есть почувствуйте разницу в статистике. В Боруссии первый матч против Майнца. Две голевые передачи и фактически Щирли принес победу. А дальше мы знаем, что он там провалился. В Вольсбурге первые три матча, три голевые передачи, то есть все отлично. Дальше тоже пошло на спад. Вот, короче говоря, здесь мы видим, что у Щирли это типичная ситуация. И, возможно, это связано с его психологией. Итак, мы переходим к важнейшему моменту, к внутреннему миру футболиста. К сожалению, я не могу залезть ему внутрь головы, но мы знаем, что Щирли очень специфичный парень. И вегетарианец, что для Спартака, наверное, особый грех, потому что мясо не есть в Спартаке. Это вообще ужас, что... Ну и к тому же он сам по себе такой, знаете, флегматичный, специфичный человек, игрок, который всегда был нестабилен. И в Спартаке это стало особенно заметно. После яркого старта он, возможно, захандрил в Москве, заскучал по Германии, где он провел большую часть карьеры. Это было заметно по его постам в соцсетях. Потом начались проблемы с игровым временем, болезни, травмы. И все это в итоге привело к тому, что вот этот, знаете, художник футбольный Щирли со своей тонкой душевной организацией не выдержал всех этих испытаний. И последнее время сдал не только в плане физической формы, но и в плане банального желания играть, желания биться за команду. Вспомните, каким он был первоначально, когда он заводил партнеров. А вот сейчас, я боюсь, его даже Сергей Горлукович не смог бы завести. Настолько он был флегматичен и инертен по ходу последних матчей в Спартаке. Кстати, в последних матчах появились и тактические проблемы, потому что он очень плохо подходил к схеме и к структуре игры Доминика Тедеско. Если брать расстановку, то здесь Щирля не находилось места. В схеме 3-5-2, 3-4-3 и других вариациях, которые использует Доминика Тедеско, нет позиции классического вингера. Нет позиции крайнего хавбека. И здесь игрокам вроде Бакаева нужно привыкать к роли оттянутых форвардов. Зелимхан с этим справился великолепно. Резван Мирзов, ну, в последнее время он неплохо выходит со скамейки в качестве оттянутого страйкера и даже иногда приносит пользу. А Щирля, ему, видимо, была слишком важна возможность играть на фланге, баражировать с одной пробки на другую, находить свободные пространства в штрафной площади соперника. И вот здесь, в этой новой схеме, где фланги отдавались на откуп Айртону, Рассказову или Зобнину, здесь уже Щирля не чувствовал нужного маневра. Поэтому он откровенно выпадал уже из схемы игры. К тому же он не удовлетворял многим другим требованиям Доминика Тедеско. Например, работа в обороне. У него всего 0,6 отбора и 0,2 перехвата за встречу. Для сравнения, у того же самого Бакаева, атакующего тоже полузащитника, оттянутого форварда, называйте как хотите, 0,9 отбора и полперехвата за встречу. То есть мы видим, что Андрея Щирля не так активно помогал команде в оборонительных задачах. Ну и, кстати, если, в принципе, брать его командную работу, она оставляла желать лучшего. Щирля много тянул одеяло на себя в плане ударов. Он самый бьющий игрок команды. 3,2 выстрела за встречу для сравнения у того же самого Понсе. 2,5 за игру. И, разумеется, в этих условиях самый бьющий футболист, он, наверное, должен и забивать много. Но у Андрея всего два мяча. Поэтому здесь он был крайне неэффективен как завершитель. При этом в плане командной игры и комбинационных действий он также оставлял желать много лучшего. Всего 21 передача в среднем за встречу у Андрюхи. Для сравнения у Бакаева, который играл в схожей позиции по ходу большей части чемпионата России, то есть в зоне под нападением, оттянутого форварда и так далее, у Зелимхана 33 передачи за игру. Преимущество вполне себе ощутимое. И в результате Ширли оказался слишком большим индивидуалистом. Если на старте сезона в Спартаке Конону в том раннем варианте он был уместен, потому что та команда играла во многом на индивидуальном мастерстве, Тила, Ширли, других футболистов, тот Спартак делал ставку именно на таланты игроков, на то, что они самостоятельно что-то решат впереди. Но потому что Кононов своего футбола самостоятельного не придумал и мог опираться только на класс исполнителей. Там Ширли некоторое время на эмоциях, на эффекте новичка, когда противники к нему еще не приготовились и не изучили его. Он был хорош. А когда Тедеску начал строить строгую систему, которая требовала от каждого футболиста конкретных задач и выполнения строго определенных функций, здесь Андре Ширли оказался неуместен. Знаете, его судьба чем-то похожа на Нестера Махно, который в какой-то момент в гуляй-поле был очень актуальным, в том числе и для красных, а в какой-то момент оказался ненужным анархистом, который в итоге поджали и ликвидировали. Вот и здесь, в условиях беспредела, который царил в атаке Спартака на старте сезона, где не было никакой структуры, а был лишь индивидуальный талант футболистов у Кононова, там Ширли был хорош. А вот в условиях строгой выстроенной системы, которая пытается появить Тедеску, здесь уже начались проблемки. Поэтому Андреуха Ширли получился ярким пятном. В текущем сезоне Спартака на старте чемпионата с ней были связаны серьезные надежды, но сейчас мы видим, что он просто не прижился к новой власти и вообще оказался не таким надежным футболистом, как мы все рассчитывали. Так что здесь ситуация такова. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайки, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну и разумеется, если вы хотите поддержать мой канал, то, во-первых, можете сделать это финансово. Ссылки на наш кошелек Яндекса, на Сбербанк будут в описании. Наши реквизиты и все остальное. Ну а если хотите просто нас поддержать, то, пожалуйста, оставьте комментарий. С пятью и более словами таким образом вы поможете это видео продвинуть в рекомендации. Всем еще раз удачи, всем пока. Спасибо за внимание.